Лидеры ЕС условились поддержать Италию, которая сотрудничает с Ливией, чтобы остановить поток мигрантов в Европу. Решение приняли на саммите в Брюсселе. Итоги объявил председатель Европейского совета Дональд Туск. «Сейчас у нас есть реальный шанс закрыть центральный средиземноморский маршрут. Вот почему мы решили, что страны-члены должны предоставить достаточно финансовых средств в экстренный фонд Африки, и что Европейская комиссия должна направить эти средства на борьбу с нелегальной миграцией». Италия остаётся главными воротами для мигрантов в ЕС с 2016 года. В Грецию поток удалось перекрыть благодаря соглашению с Турцией. Этим маршрутом в основном пользовались беженцы из Сирии. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что финансирование африканского фонда нужно увеличить. «Страны-члены к настоящему времени предоставили 175 миллионов евро. Этого явно недостаточно. Если мы хотим максимально сохранить присутствие в Африке, в частности, на севере Африки, то нужно увеличить объём средств, которые будут в нашем распоряжении». Отвечая на вопрос о кризисе в Каталонии, Туск отклонил какую-либо вероятность переговоров. «Не секрет, что ситуация в Испании очень тревожная. Но позиция Европы и стран-членов такова, ни о каких переговорах не может быть и речи». Он также добавил, что этот вопрос не собираются обсуждать на саммите. Испанское правительство пообещало задействовать в субботу статью 155 Конституции. Она позволит приостановить самоуправление Каталонии. Об этом сообщили в Кабинете министров. «Ни у кого нет сомнений, что правительство использует все возможные способы, чтобы как можно скорее восстановить законность и конституционный порядок, вернуть мирное сосуществование граждан, остановить политический и судебный кризис. Ответственность за кризис и за экономический и социальный ущерб для Каталонии несут лидеры каталонского женералитета». Экстренное заседание состоялось после заявления лидера Каталонии Карлиса Пучдемонта. Он пригрозил, что проведёт через парламент вопрос о независимости региона. По его словам, это произойдёт, если власти не захотят начать переговоры. Статья 155 Конституции позволяет установить централизованный контроль в регионе, если тот нарушает закон. Полностью вступить в силу статья может в начале следующей недели. Необходимо одобрение парламента. Жители Барселоны говорят, что заморозка автономии – слишком жёсткая мера. «Они должны были оставить место для какого-то соглашения, а не просто давать лекцию о Конституции. Они своими действиями настраивают людей ещё больше поддерживать независимость. Вот что я думаю». Между тем, в Мадриде недовольны действиями и каталонского, и испанского правительств. «То, что делает лидер Каталонии, незаконно. Я считаю, что это неправильно. А премьер-министр Испании Рахой действует, как всегда, ничего не делает». «Думаю, правительство действует запоздало и плохо. Нужно было разобраться с этим намного раньше». Представители двух крупнейших движений Каталонии, выступающих за независимость, призвали каталонцев выходить на протесты. Ранее на этой неделе обоих лидеров этих организаций арестовали по обвинениям в подстрекательстве к мятежу. Премьер-министр Испании Мариана Рахой намерен ограничить полномочия каталонского парламента и отстранить от власти лидеров региона. Он также планирует обязать автономию в течение полугода провести досрочные парламентские выборы. Для этого правительству Испании придётся задействовать 155-ю статью Конституции, которая пока ни разу не применялась. «Мы применяем статью 155, потому что ни одно правительство, я повторю, ни одно правительство ни одной демократической страны не согласится с тем, что закон игнорируют, что закон попирают и изменяют». 155-я статья позволяет вводить прямое управление в автономных регионах, если там произошёл кризис, угрожающий интересам всей страны. Однако полностью отменить автономию нельзя. Применение этой статьи ещё должен одобрить Сенат Испании. Заседание намечено на 27 октября. В ответ на заявление премьер-министра на протест в Барселоне вышли десятки тысяч человек. Присоединился и лидер Каталонии Карлис Пучдемонт. Спикер парламента Каталонии назвала решение Мариана Рахоя атакой на демократию. А жители Барселоны теперь опасаются длительных волнений. «Я очень боюсь и думаю, что всё это очень сложно. И, конечно, государство намного сильнее Каталонии. Оно опирается на закон, и, конечно, оно право. Правительство не захотело диалога, не захотело задуматься о желаниях народа. Оно опирается только на законы». Референдум о независимости Каталонии прошёл 1 октября. За отделение автономии от Испании проголосовали более 90% избирателей. При этом явка составила 43%. Правительство страны объявило референдум, а также его итоги незаконными. Чешский миллиардер Андрей Бабиш и его партия «Ано» празднуют победу на парламентских выборах. «Акция недовольных граждан» – так расшифровывается. Название партии заручилось поддержкой почти 30% избирателей. Это приблизительно в три раза больше, чем набрал её ближайший соперник Гражданская демократическая партия. «Я уже поздравил всех председателей политических партий, которые прошли в парламент. Мы надеемся, что они захотят сотрудничать с нами. Думаю, было бы хорошо создать стабильное правительство для нашей страны». На втором месте Гражданская демократическая партия с более чем 11% голосов. Третья – пиратская партия. У неё 10%. Почти столько же голосов отдали за движение «Свобода» и «Прямая демократия». Правящая социал-демократическая партия оказалась лишь пятой. 63-летний Бабиш – владелец транснационального агрохолдинга и медиамагнат. Второй богатейший житель страны. Во время предвыборной кампании он обещал бороться с коррупцией, не впускать беженцев и представил себя как успешного управленца. Партия Бабиша также выступает за снижение налогов для предпринимателей, помощь в трудоустройстве людям предпенсионного возраста и инвалидам, снижение цен на электроэнергию и отмену депутатской неприкосновенности. При этом против миллиардера возбуждено уголовное дело. Его подозревают в махинациях с получением дотации ЕС в размере более 2 миллионов долларов. Бабиш все обвинения в свой адрес отрицает. Президент Чехии Милош Земан уже заявил, что готов назначить лидера движения АНО премьер-министром страны. Теперь Бабишу предстоит сформировать правительство. Переговоры будут непростыми, поскольку некоторые партии, вошедшие в парламент, отказались сотрудничать. На Филиппинах 24 октября состоялась встреча министров обороны стран ОСЕАН, а также их восьми основных партнёров по диалогу. Они обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности. «Я с оптимизмом смотрю на то, как мы могли бы укрепить сотрудничество в вопросах обороны и безопасности, включая проблемы терроризма и экстремизма». Также обсудили безопасность на море, кибербезопасность оказания помощи в случаях стихийных бедствий и миротворческой операции. В ходе встречи Филиппины и Австралия договорились совместно противостоять угрозе со стороны группировок, таких как Исламское государство. Эта террористическая организация запрещена в России и других странах. Австралия направит на Филиппины 80 военнослужащих. «Сила обороны Австралии направит мобильные учебные группы. В ближайшие дни они в рамках борьбы с терроризмом в городах начнут готовить военных к тому, чтобы противостоять террористической угрозе». Министры обороны Филиппин и Австралии также осудили проблему ядерно-ракетной программы КНДР. «Не только Филиппины, но и все другие страны ОСЕАН очень обеспокоены опасным и провокационным поведением Северной Кореи. И я согласен с министром Пэйн в том, что действия Северной Кореи незаконные». Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была образована в 1976 году. В неё входят 10 стран – Малайзия, Сингапур, Индонезия, Таиланд, Брунейдару-Салам, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Мьянма и Камбоджа. Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. В 2010 году было принято решение проводить совещание министров обороны стран ОСЕАН с восемью основными партнёрами по диалогу, включая Россию, Китай, США и другие страны. В Сан-Диего недалеко от мексиканской границы американские компании представили 8 фрагментов разных типов пограничной стены. Это первый шаг к выполнению предвыборного обещания Дональда Трампа. Президент намеревался выстроить ограждение вдоль всей границы США с Мексикой, чтобы пресечь нелегальным мигрантам. Теперь предстоит выбрать подходящий вариант. Возможно, на определенном участке границы используют один тип стены, возможно, несколько типов. Высота будущей стены – 9 метров. На строительство ограждения потребуется более 21 миллиарда долларов. Конгресс США пока не одобрил финансирование проекта. Тем не менее, пограничники приветствуют хотя бы такой прогресс. «Существующая стена уже более двух десятилетий. Её построили в начале и середине 90-х годов. За последние три года через двойное заграждение перебрались почти две тысячи нарушителей». Американо-мексиканская стена тянется на 1078 километров. Общая же протяжённость границы – 3145 километров. Проектированием будущего заграждения занимались шесть американских компаний. Они учитывали не вопрос надёжности, но и эстетики. В конце ноября специалисты начнут тестировать представленные типы стен. Они проверят, возможно ли перелезть через них или сделать под них подкоп. Исследование продлится от одного до двух месяцев. В Берлине прошёл очередной раунд переговоров о создании правительственной коалиции. Представители блока христианско-демократического и христианско-социального союзов, свободной демократической партии и партии зелёных обсудили финансовую и налоговую политики. Партии планируют инвестировать в развитие инфраструктуры Германии и Европы, а также составить сбалансированный бюджет и не вводить новые налоги. «Экономические условия благоприятные, из-за чего у нас низкие процентная ставка и уровень безработицы, высокие налоговые поступления. Но инвестировать нужно нацелено и всё тщательно продумывать». Эта встреча стала частью трудного процесса переговоров между тремя партиями. Если стороны придут к согласию по всем вопросам, то смогут сформировать коалицию и правительство. Возможно, это произойдёт не ранее следующего года. А поскольку страна не может остаться без управления, власти пока останется Кабинет министров Ангелы Меркель. Новую коалицию прозвали «Ямайкой» по цветам партий, соответствующим ямайскому флагу. Между тем уже выбрали нового председателя Бундестага. Им стал Вольфганг Шойбле. Его считают одним из ближайших соратников Ангелы Меркель. «Город будущего» планирует построить на берегу Красного моря Саудовская Аравия, чтобы избавить экономику королевства от нефтяной зависимости. Каким должен стать инновационный мегаполис под названием НИОМ, показали на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в Меркаде. Город займёт площадь в 26 тысяч квадратных километров на территориях Саудовской Аравии, Ордании и Египта. Электричество будет получать только от возобновляемых источников энергии. Для того, чтобы привлечь предпринимателей со всего мира, в мегаполисе создадут особый административный и налоговый режим. Главными сферами экономики НИОМа станут новая энергетика, биотехнологии, пищевая промышленность и индустрия развлечений. Строительство мегаполиса планирует вложить 500 миллиардов долларов. «Этот проект не для обычных инвесторов. Это место для мечтателей, которые хотят что-то создать для планеты». Конференция в Вариаде привлекла 3500 человек из 88 стран. Российская делегация также участвовала. Российский фонд прямых инвестиций уже сотрудничает с Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии. «Партнёрство очень важно. Мы видим, что в Саудовской Аравии происходят крупные преобразования». Саудовская Аравия для оздоровления своей экономики также планирует приватизировать долю в крупнейшей в мире нефтяной компании «Сауди Арамка», что должно принести 300 миллиардов долларов инвестиций. Суд Стамбула освободил до вынесения приговора восьмерых правозащитников, включая и директора турецкого отделения Amnesty International и DLSR. Активисты находились под стражей с 5 июля. Их обвиняют в поддержке террористической организации. Среди освобождённых два иностранца – это немец Петер Штойтнер и гражданин Швеции иранского происхождения Али Гарави. «Мы очень рады. Что касается меня, я безмерно благодарен. Мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас юридически, дипломатически и был солидарен с нами. Это ещё не конец, но мы работаем вместе. Вы знаете, этот парень настоящий молодец». «Нас вообще не должны были арестовывать. Такого просто не должно было случиться. Но сейчас мы радуемся, что нас отпустили». Суд освободил активистов под подписку о невыезде. Однако немецкого и шведского правозащитников не обязали оставаться в Турции до следующего слушания в суде, которое намечено на 22 ноября. Оба теперь намерены вернуться домой. Правозащитников арестовали во время конференции по вопросам цифровой безопасности и информационного менеджмента. Она проходила недалеко от Стамбула. Сначала активистам не объяснили причину задержания. Однако потом их обвинили в связях с террористической организацией, которую якобы возглавляет Фетхулак Гюлен. Именно этого исламского проповедника правительство Турции обвинило в попытке госпереворота. Гюлен, который живёт в добровольном изгнании в США, заявляет о своей невиновности. Amnesty International потребовала освободить правозащитников. В ответ президент Турции заявил, что активисты готовили в стране новый государственный переворот. Всего по делу проходит 11 человек. Прокуратура требует для них до 15 лет лишения свободы. Более 300 тысяч человек собрались в Бангкоке, чтобы увидеть королевскую похоронную процессию. Приехали со всей страны. Многие по несколько дней ночевали на улицах, чтобы занять лучшие места. Хоронят почитаемого и обожаемого короля Пхумипона Адульедета, который правил 70 лет. Он скончался 13 октября прошлого года. Всё это время страна готовилась к пышной погребальной церемонии, которая продлится пять дней. В стране короля почитали как полубожественную особу и называли отцом. Он многое сделал для поддержания стабильности в стране, занимался благотворительными и образовательными программами, развивал сельское хозяйство. Многие выражают искреннюю скорбь. Например, одна пожилая тайка месяц шла до столицы и своего города на юге страны. «Я должна была это сделать ради него, потому что король столько сделал для нас, для своего народа. Это самое малое, чем я могу его отблагодарить. Я шла так долго, что у меня стёрлись все ногти на ногах». Всё проходит в строгом соответствии с буддийскими традициями. Сначала была закрытая церемония в Большом королевском дворце, которую посетил единственный сын монарха – король Маха Вачараланкорн. Забальзамированное тело Пхумипона Адульедета находится в закрытой гробовой урне. Её водрузили на колесницу весом в несколько тонн и повезли к королевскому крематорию. Сам крематорий возводили около года. «Я буду следовать экономике самообеспечения, которой нас учил наш отец. Я буду следовать всему, чему он нас учил. Это для меня так важно». По всей стране в память о короле будут символически сжигать бумажные цветы докмайчан. Ими традиционно украшают погребальный костёр. В течение нескольких месяцев их изготавливали миллионы тайцев. Траур в стране завершится только 30 октября. До этого дня все флаги будут приспущены. Почти 800 повстанцев группировки ФАРК отказались выполнять мирное соглашение с правительством Колумбии. Об этом сообщил омбудсмен Карлос Альфонсо Негрета. Ранее предполагалось, что таких мятежников будет в два раза меньше. «Учитывая информацию, которую мы получили благодаря нашим наблюдениям, повстанцев может оказаться не 400, а в два раза больше». Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер группировки ФАРК Тимолеон Хименс подписали мирное соглашение прошлой осенью. По его условиям, все повстанцы должны передать оружие представителям ООН и вернуться к мирной жизни. Боевики, отказавшиеся выполнять мирный договор, называют себя диссидентами. Но, по словам Негрета, их главная цель – торговля кокаином. Группировка ФАРК занималась этим бизнесом на протяжении почти всего своего существования. «Конечно, я встревожен из-за этих повстанцев. Я также обеспокоен появлением новых групп, которые выращивают кокаиновые кусты или покупают листья коки, чтобы сделать из них наркотик и продать его за границей». Группировка ФАРК ввела войну с властями Колумбии с 1964 года. За это время погибли 220 тысяч человек, миллионы мирных жителей стали беженцами. Мирные переговоры между повстанцами и колумбийским правительством начались пять лет назад и завершились в прошлом году. Стороны договорились о прекращении огня, разоружении боевиков и предоставлении им гарантии безопасности. При этом ФАРК становится мирной политической силой. В настоящее время гуманитарные организации помогают интегрироваться в общество более 11 тысячам бывших повстанцев.